Ползимы продержались и вот началось. Аврал на дорогах. Десятки столкновений в день фиксируют сотрудники ГИБДД. Наряду с мелкими авариями, ДТП с пострадавшими. Ваш результат ноль. Понятые результат по нолям. То есть на месте состояние алкогольного опьянения не установлено. О свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения проходит водитель. Мужчина сбил пешехода на улице городского питомника. Пожилой человек перешел не по правилам, причем со слов водителя вышел на дорогу внезапно. Как он шел-то и не перешел. Обстоятельства аварии сотрудникам ГИБДД рассказывает пешеход. Его сбили на зебре на улице Архангельской. Мужчина не пострадал. Водитель поясняет, к аварии привели погодные условия. Солнце было высоко, ослепило. Тут еще изморозь небольшая. И человек, просто я не заметил его. Водителям инспекторы напоминают, необходимо заблаговременно снижать скорость. С пешеходом не просто бросать взгляд на дорогу, а как того требуют правила остановиться, убедиться, что машины пропускают. Ситуации могут быть разные. Вот, к примеру, путь по пешеходному переходу людям отрезали коммунальщики. На тропе установили мусорные баки. Подскажите, пожалуйста, ничего необычного не обратили внимания на пешеходном переходе? Понятно. Обратили, конечно. Ну что, до этого я такого не видела. Это на улице Милютина, рядом с поликлиникой. А с другой стороны здания столкновение. Водитель на Рено сбила зеркало Ниви, которая была припаркована. Близкий человек поддерживает автоледи. По мнению мужчины, Нива плохо стояла, а значит и вины нет. У водителя Нивы мнение другое, а инспекторы разъяснили правила. Водитель, который совершил наезд на стоящий АТС, он в любом случае будет виноват. Даже если АТС стояла вот здесь, понятно, что оно нарушало столкновение, это отношение иметь не будет. А это перекресток победы Гоголя-Первомайская. Накануне утром тут был рассадник столкновений. Я ехала на зеленый сигнал светофора. У меня еще был пассажир. Ехала на зеленый сигнал светофора. Я ехала в том режиме, может быть, со скоростью 60, меньше даже 60. Ехала. И он на сигнал светофора, он говорит, мигающий, желтый. Он затормозил, он встал. То есть вы... Я затора никакого, я вот не видела, все ехали. Я, естественно, как ехала, так и ехала. Он встал, затормозил. Я тоже встала, у меня тормоза хорошие. Я затормозила, вот там еще начала тормозить. Затормозила, но этого недостаточно было. Рядом авария из трех машин. У вас-то какая ситуация произошла? Притормозил весь ряд, я притормозил перед 99-й машиной. Так. Девушка въехала мне, я по инерции въехал ему. У того мужчины ничего нету, у меня расколот передний бампер. Пик аварии приходится на утренние и вечерние часы, когда водители спешат на работу и с работы домой. Итог спешки аварии, которые приводят к заторам. В итоге виновники столкновений задерживают на проезжей части всех. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости.